Журналисты нашего медиахолдинга всегда следят за самыми актуальными и обсуждаемыми в обществе темами, событиями и инициативами. И, как известно, сейчас много внимания приковано к предложению, которое рассматривается в Совете по правам человека при президенте. Там предложили ввести запрет на ношение никабов для женщин в нашей стране. Отметим, что в ряде стран Центральной Азии никабы уже под запретом, а в России их нередко носят, например, приезжие стран Азии, что зачастую вызывает настороженность и недовольство со стороны коренных жителей. Мы поинтересовались, как к этому относятся тверичане. Никабы — это мусульманский женский головной убор, закрывающий всю голову и лицо с узкой прорезью для глаз. Но эта одежда, к слову, не является необходимой для абсолютного большинства жителей того же Узбекистана или Таджикистана, и тем более коренных жителей России, многие из которых возражают против одеяний, не позволяющих идентифицировать человека. Некоторые мусульманки, которые проживают в нашей стране, в том числе и в Тверской области, носят химару, которую часто называют хиджабом. Это накидка, которая скрывает волосы и шею, но не лицо. Однако предложение запретить Никабы, по мнению муфтиев некоторых регионов, якобы может повлечь за собой негодование российских мусульман. Такой позиции придерживается, в частности, председатель духовного управления мусульман Тверской области. Мы же не пропагандируем заветы, устои религиозные. Мы просто надеваем то, что нам в обязательном порядке положено носить. Это вот, например, платок. Это то, что предписывает нам наша религия. Если мы все будем равнять каждого народа, традиции, обычаи под одну гребенку, чем мы тогда будем отличаться от народности? Я уже не говорю о той пользе, которую девушкам, женщинам... Объективности ради заметим, что согласно нормам шариата, ношение именно Никаба не является обязательным и для женщины-мусульманки допустимо открытие лица, даже в тех странах, где традиционно преобладает население, исповедующее ислам. Российским мусульманкам вполне достаточно химары, то есть платка, плотно укутывающего голову, но не закрывающего лицо. С этим согласны многие мусульмане, которые традиционно столетиями проживают в России и веками исповедуют ислам. Они также деликатно относятся и к мнению других коренных россиян, исповедующих иные религии и соблюдающих при этом общие правила общественного поведения, уважающих исконные традиции и интересы большинства членов нашего общества. Считаю, что нет в обществе необходимости прямо использовать для соблюдения религиозных традиций такого строгого одеяния, как Никаб. Татарки одеваются по требованию шариата, достаточно скрыть волосы, рукава длинные, платья длинные и так далее, чтобы это все не облегало тело. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета России Кирилла Кабанова, еще до революции старейшинами мусульманских регионов нашей страны, было принято решение, что Никаб не является традиционным и обязательно необходимым для российских мусульманок. А еще тут есть и второй аспект — юридический. Согласно законам, России запрещается скрывать лицо во время проведения массовых мероприятий, в том числе и религиозных. С этой точки зрения Никаб точно попадает под запрет. Я считаю, что не только в школах, а вообще в общественных местах появляться в таких, скажем, нетрадиционных нарядах, по крайней мере, на территории Российской Федерации, недопустимо. Какие-то опасения там, вот я слышу, а что там скажут представители диаспоры, вы знаете, какие могут быть диаспоры в Российской Федерации? Это что у нас, иностранцы? Пусть едут домой тогда, если они что-то хотят, свои правила, свои... Традиции здесь одни могут быть, и правила. Это правила, по которым живет титульная нация и другие народы Российской Федерации. Как это узаконено, как это сложилось веками. Норма, запрещающая скрывать лицо, родилась не на пустом месте. В нашей недавней истории были случаи, когда ношение одежды, скрывающее лицо, помогало, например, экстремистам совершать общественно опасные деяния, либо пытаться уйти от ответственности. Это актуально и сейчас, в условиях имеющихся рисков совершения терактов. И многие жители России чувствуют себя некомфортно и тревожно. Например, в общественном транспорте, рядом с пассажирами, скрывающими свой облик. Мы спросили мнения Тверича на этот счет, и они были разными, но не во всем. В целом, жители столицы Верхневолжья считают, что в чужой монастырь, что называется, со своим уставом не ходят, особенно когда речь идет о безопасности. С одной стороны, если ты приезжаешь в страну, то ты должен следовать ее правилам, ее традициям. И это выглядит, конечно, странно для нас. Но с их точки зрения, им это надо для жизни. Даже не могу сказать, как правильно, потому что это с разных позиций. Но со своей стороны, наверное, хотелось бы, чтобы такого не было, потому что немножко непривычно, наверное. Я считаю, что правильно. Особенно в стране, где православие. У себя в республике, пожалуйста, пусть они носят, это их право. Ну а здесь, я считаю, такого не должно быть. У нас государство все-таки Россия. Мы не привыкли так и воздеяния в России. Поймите правильно. Наша страна большая, многознациональная, конфессиональная. Должны, но лицо должно быть хотя бы наполовину открыто. Зачем? По данным опросов, большинство россиян и тверичане здесь не исключение. Поддерживают введение запрета на ношение никабов нашей стране. А пока в Госдуме планируют дальнейшее рассмотрение этого вопроса. Однако ключевым принципом должны быть обеспечение безопасности граждан и уважение традиций коренного населения. Об этом же и известный императив президента России, который призвал местные власти и органы управления в первую очередь руководствоваться интересами большинства коренных жителей регионов страны. Что же касается веры, то она, наверное, в первую очередь должна быть в душе человека и выражаться в его добрых поступках. И не зависеть от того, в какой он одежде.